Итак, всех подключившихся приветствую на семинаре. У нас сегодня семинар такой, достаточная тема, какая получилась, непростая. Обычно берется одна какая-то конкретная, а здесь взято за основу две позиции – рефакторинг и рефлекс. Конечно, про это можно было бы рассказывать в рамках любого языка программирования, но, скажем так, идея была, чтобы данный рассказ, который я буду сейчас показывать, код и рассказывать, здесь будет все на жалобе. О себе и о нашем центре я являюсь преподавателем центра «Специалист». Поэтому почитайте обо мне, о нашем центре. Все данные вы найдете совершенно спокойно на нашем сайте. Итак, о чем сегодня пойдет речь? Смотрите. Значит, первое – рефакторинг. Вещь достаточно интересная. Если организовать все так, чтобы он был востребован и нужен, и дозировать его количество, то рефакторинг, конечно, позволяет привести код в такое состояние, что дальнейшая его модификация будет производиться легко, а это значит безошибочно. Главное, чтобы обрывается звук на половине слова. Плохо. А у других как? Плюсики поставьте в час, чтобы я видел хорошо звук, но обрывается на половине слова. Неплохо. Это не годится. Значит, это, скорее всего, у вас локально со звуком какие-то проблемы. Итак, в рефакторинге что важно понимать? Это прям изменение коды, которое не приводит к изменению функционала. Это и слово «равносильно» на этом слайде. Это очень важно. При наличии большого числа юнит-тестов вы можете всегда, моментально, ну, время, сколько выполняется тесты, да, моментально убедиться, что ваши изменения, они не привели к тому, что система по-другому стала работать или просто сломалась. С помощью юнит-тестов это можно быстро, легко, всегда, постоянно проверять, и это нужно делать. Но это отдельно, само по себе. Рефакторинг. Целая история, целый курс есть. Три дня мы этим занимаемся, там, кому будет интересно, посмотреть. Второй момент. Есть такая технология в современных языках, там, Java, C-sharp, когда я могу программно узнать о том, что из себя представляет какой-то код. Я могу не только прочитать и получить информацию об его устройстве, но я могу и воспользоваться этой информацией. На каких-то занятиях где-то, например, у меня была такая история, что я показывал, говорил, смотрите, давайте мы сейчас вот здесь вызовем вот этот приватный метод. И вызывали, и нормально, и приватный метод, и через рефлексию, ради бога. Поэтому это может пригодиться. Но сегодня вот в той постановке, которая будет даваться, история немножечко, она такая, да, вместе сочетает себя и рефакторинг, и рефлексию. Итак, чтобы не ходить вокруг да около, я уже подготовил немножечко кода. Код совсем простой, банальный. Смотрите, кто-то написал замечательный библиотек. Она в отдельном проекте. Естественно, все, как мы говорили, на Java. В отдельном проекте. Поэтому, что получается, что получается. Какая-то математика, да. Ну, понятно, что здесь у меня просто строки возвращаются. Но представьте, там статистический анализ, достаточно объемные вычисления. И профессионалы, которые, собственно говоря, математикой занимаются, совместно с программистами, ну, сделали несколько красивых методов с замечательными названиями. Методы по одному шаблону написаны. На вход данный, на выход какой-то ответ. Ну, у меня здесь в виде строки. И принципиально для нашего примера. Вы скажете, какие проблемы? Да никаких проблем. Вот, смотрите, где-то здесь у меня второй проект называется Demo Project. Я здесь подключаю. Тут библиотеку она импортирована. Где-то в настройках можно посмотреть. Вот она. Ссылочка идет на jar-архив первой библиотеки. И, соответственно, я могу оттуда вызывать эти методы. Может происходить не здесь не вызов метода, а может он происходить через какой-то немножечко более сложный вариант. Например, у нас берется какой-то вспомогательный класс, который вызывает, кому-то что-то возвращает. Не важно. Важно, что есть библиотека, я ее пользуюсь. F6 работает. Вот она печатает. Там у меня сделана эхопечать, да, видите, печатается строка, название метода, который отработал, и, соответственно, печатаются те данные, которые для контроля, которые были переданы. В чем может быть проблема с этим? А представьте вот такую неприятную ситуацию, что у нас с вами где-то потихонечку мы подходим к тому, что называется бигдак. Конечно, не совсем прям уж биг, но объемы данных огромные, и время вычисления хотелось бы, чтобы оно было все-таки минимизировано. Поэтому та команда, которая занимается вот этой библиотекой, она постоянно ее изменять, улучшать. Но вы же сами понимаете, да? Если есть работающий метод, ты не можешь его изменить. Потому что ты тогда можешь порушить функционал, а вдруг ты там косяк какой-нибудь сделал. Если есть работающий, корректный, проверенный алгоритм, реализованный, ты будешь писать еще один метод в эту библиотеку. А так как у них на вход и на выход все одинаковые параметры, то получается, что у нас? То получается, получается, перегрузка не работает. Перегрузка не работает. Значит, мне придется здесь, как автор этой библиотеки математических функций, каждый раз писать новый метод. А теперь смотрите, да? Допустим, они сделали метод solve, там какой-нибудь тест, или там solve, там PR, production версия. И приходят мне и говорят через неделю, ребята, мы там поработали, реализовали часть математики на фортране, наконец-то сделали его. И он стал работать на 25% быстрее. Все, пользуйтесь. Это же хорошо, конечно, что они молодцы. А я-то как? А мне что, во всем, может быть, я этот метод вызываю 150 раз. Мне что, во всем огромном проекте искать это копипастом? А потом они придут, через 15 минут скажут, извиняй, друг, мы там ошиблись, накосячили. Вот теперь вот этот метод, который другой, он лучше работает. Ты уж извини. Понимаете, задача такая. Попытаться написать код мне, написать код таким образом, чтобы вот постоянные улучшения алгоритма и создание новых математических функций, но не влияло вот на мою программу, да? Чтобы это не было так сложно, постоянно и нудно менять, вносить, делать какие-то изменения. Поэтому, что мы можем со своей стороны предложить, ребята? Мы можем сказать, хорошо, ребята, давайте так. Вы там молодцы, конечно, делаете все, создаете что-то новое, но давайте мы поступим следующим образом. Вот вы когда сделаете, протестируете, посмотрите быстродействие и убедитесь, что этот метод, во-первых, работает корректно на ваших тестах и работает быстрее, чем один, вы его как-то, понимаете, выделите среди остальных, а я уже тогда его смогу зацепить. Вот что я могу предложить. Чтобы они, нужный метод, не мне смс-ку прислали или там емейл, да, а в коде пометили, как лучший. Конечно, комментарий – это не самый интересный вариант. Что я могу предложить? Я могу предложить сделать так. Я у себя в проекте демо создам новый класс, который назову, не знаю, the best. Что у вас русский язык? Зачем? Там можно придумать много разных вариантов. Это сейчас интересно. Что это такое? Файл, the best, java. Ну да, собственно говоря, чтобы меньше писать, я уже его снял. Копи-паст уже был сделан. Смотрите. Значит, это на самом деле, если все аккуратненько раскидать, не класс, а аннотация. Я делаю аннотацию для метода, которая будет сохраняться в байт-коде. Поэтому у нее retention policy runtime. И вот эту аннотацию могу сделать много таких аннотаций. Самый быстрый метод, самый, самый, самый с точки зрения памяти метод. Ладно. Мне остается этот свой код откомпилировать. Так. Где тут очистить, собрать. И я теперь могу прийти и сказать, ребята, смотрите, я сделал для вас аннотацию. Вы у себя там в проекте, вы у себя в проекте подключите мой проект, и тогда вы сможете, например, где-то взять и написать. Вот этот метод лучше. Вот именно этот метод. Он лучше. Все. И эту аннотацию сюда добавить. Так. Сейчас она должна, наверное, добавить оператора импорта. Пожалуйста. И если теперь перекомпилировать их не проект, то теперь в метаданных есть информация, какой метод они считают лучше. А значит, у меня появляется действительно техническая возможность, прочитав метаданные, и из этих методов сов выбрать лучше. Если я напишу код, который не просто будет формально выбрать, вот хардкод этот вариант, да, вот вызывается solve first, и все. А более гибко переписать придется, да, вызов метода solve first, через анализ данных, метаданных, которые рефлексия не предоставят. Я смогу сказать, вот тот они отметили как лучше, и вызвать именно его. Как это можно сделать? Давайте посмотрим на то, что у них здесь из себя представляет библиотека. Класс, финал. Наследовать не получится. Второй момент. Здесь нет реализации интерфейса. Мы потом посмотрим два варианта, как это можно сделать. И первый вариант вот как раз в таком сценарии, когда просто методы, просто класс. Методы статические. Здесь не полиморфизма, не наследование, ничего нет. Вы скажете, зачем мы не так писали? Оптимизация, например, на скорость. Даже объекты создавать никакие нельзя. Все, все закрыто. Ладно, тогда мы будем использовать здесь вариант следующий, а именно. Это паттерн адаптер. Я у себя в проекте пишу код. Класс. Это будет адаптер. Ну, я пишу все в одном файле обычно, чтобы меньше переключений. Итак, у меня есть какой-то библиотека Alip, и я пишу Alip, Alip адаптеры, или Best, или там минимальное время. Да какая разница, как этот класс я назову. Сейчас непринципиально. Этот класс адаптера. Я думаю, мы тоже сделаем так, чтобы его нельзя было создавать. Пока непонятно почему. Но я думаю, потом мы разберемся. И самое важное, здесь у нас будет метод. Методы все в библиотеке Alip статические. Мы не будем отходить от этого. Мы тоже сделаем метод статический. Естественно, он должен возвращать именно то, что. Solve, ведь этот наш метод, который мы сейчас пишем, пусть он называется просто Solve, и он будет какой-то лучший метод из этого семейства вызывать. Он должен выглядеть точно так же, как все библиотечные методы, которые я вызывал. Он должен принимать массив, возвращать строку. Так что здесь мы должны в заголовке это все воспроизвести, возвращать строку, и здесь он принимает массив. Ну, я для простоты сделал. Ладно, можно было сделать любой массив. Пусть будет в целых чиселах. В принципе, 5. Все, вот эта задача этого метода вызвать какой-то метод. Как это сделать? Да, просто, ну не какой-то, а отмеченный аннотаций. Поэтому наша первая задача это получить метод данный. Мы берем из объекта алип точка алип. Берем алип точка. Вот он, да, класс. Это ключевое слово позволяет нам добраться до методанных класса. Как только виртуальная машина забрузила класс, методанны уже присутствуют. То есть ни на какое создание объекта здесь не приходит тратить время. Он уже есть. И просто возвращает ссылочку на существующую информацию в виртуальной машине. Итак, информация есть. Следующий шаг. Я из полученного объекта с методанными, который назвал лип точка, гет, что это? точка, гет, и там есть такая позиция, гет методс. Я говорю, давай все методы. Там можно или один попросить конкретно, или все, но нам один не нужно. Мы же хотим найти среди всех лучше, поэтому нам нужно именно все. Я говорю, давай все методы. То, что мне вернут, это будет массив методов. метод. Назовем его массив мс методс. Все, получили. А, сейчас мы аннотацию должны подключить. Java, length, reflect метод. Я думаю, а ладно, поставим задовольку, вдруг еще что-то пригодится. Итак, все методы есть. В цикле мы можем пройти по этому списку. Берем каждый метод, метод m, и, в массиве. У каждого метода спрашиваем, а вдруг у тебя m, и, точка, get аннотация, вот она, get annotation, вот это, get annotation. И не какая-то нас интересует абстрактная аннотация. Может, там у метода override есть аннотация, тут я знаю. У нас интересует конкретная. И поэтому есть вариант все аннотации получить, а можно одну. Я говорю, а вот the best мне интересует аннотацию. Ну, естественно, я должен предоставить ее описание. Ага. И если это get annotation мне что-то вернет, то есть результат не равен ну, я говорю, all, all. Да, тут, конечно, надо договориться, если они, не дай бог, двера, два раза используют одну и ту же аннотацию, но мы на первой среагируем, да, это нормально, то здесь наша задача, ну, что сделать, мы можем вызвать этот метод, то есть берем найденный метод с этой аннотации, m, и, invoke, invoke, и здесь мы указываем в invoke, ну, во-первых, здесь первый параметр, на каком объекте вызывает, у нас static метод, поэтому не на каком, null, а второй это массив, массив, там такой механизм, общий, массив объектов, массив социализации, куда я свои параметры передаю, ну, в конце концов, просто передача ссылки, да, я взял свою ссылку, упаковал и передал, ладно, это не так много, еще одна ссылка к этим вопросам, так, возвращаясь, скорее всего, ноутжик, поэтому мы должны преобразовать к стрингу, ну, плюс-минус, плюс-минус, совершенно такое, она хочет от нас, а, exception, illegal access, illegal, illegal, там много, в принципе, даже могут быть проблемы, дело в том, что это через рефлексию механизма, права должны быть, то есть, если это ваш код серверный, вы можете там обеспечить себе права, если какая-то чья-то левая программа, вы можете запретить сказать, не, ребята, я вам таких прав не дам, извините, так, а если никто не отмечен, то там, конечно, можно было бы какой-то более написать умный код, чем то, что сейчас я сюда добавил, я добавлю, по сути, просто такую некую заглушку, которая будет вызывать первый метод, вот, там, конечно, надо было бы не просто первый метод, а надо было бы первый метод из тех, кто удовлетворяет нужному заголовку, то есть, имеет параметр массив и возвращает строк, вот, надо было бы ограничить, но, я не думаю, что сейчас это так принципиально, все, вот мы сделали, это у нас действительно адаптер, и мы везде в программе заменим вызовы, свои вызовы, на вызовы из адаптера, то есть, и уже больше к этому возвращаться не будем, они, сейчас проверим, итак, я, во-первых, проверю, что у меня работает еще до сих пор код, так, вот она, видите, работает hard-код, это solve first, я вызываю, да, ну, видно, что да, solve first работает, не вопрос, так, теперь используй свой вариант, alib best, теперь называется класс, точка, вот это мы все стираем, точка, метод, только solve один, с чем не припутаешь, я говорю, ну, вот solve должен вызываться, f6, она говорит, solve, pr, я говорю, почему pr, что там у вас такое сейчас изменилось, они говорят, такой метод лучше, а если завтра, окажется, вот этот лучше, какой-нибудь, оп, вот так, ну, естественно, им нужно здесь заняться компиляцией, сохранить и сделать, очистить, собрать, а мне вернуться сюда и нажать f6, переключается на лучшее, вот, вполне, решаемая проблема, пусть они сочиняют новую математику, улучшают математику, но оно работает, универсально, и один раз сделал, теперь везде пользуются, и не так много нужно было внести изменений, вы видите, да, то есть у меня был там alib.sov какой-то метод, alib.sov, все, то есть я заменяю вызов вот на использование адаптера, и всегда будет однотипно везде вызываться соус, который ищет лучше. реализация может быть и другой, например, в той же библиотеке авторы могли, освоив современный стиль программирования, сказать, у нас будет интерфейс, у нас будут классы, которые реализуют этот интерфейс, у нас будут методы, соответственно, члены класса, поэтому здесь можно и наследовать, есть интерфейс, и полимортизм, и так далее, и так далее, и так далее. И вот если такая появляется библиотека, допустим, в такой вариант библиотеки, то у меня, нет, адаптер тоже можно здесь использовать, почему нет? Но здесь теперь появляется еще один альтернативный способ, как до этого можно, как можно сделать, чтобы происходил выбор более метода оптимального. Да, там же еще нигде нету The Best. Сейчас будет. Вот, метод с названием Test, он будет The Best. Почему? А, не знаю. Так, вот они говорят, да, нотацию же у нас есть, вот новая библиотека, вот мы теперь тоже не собираемся это использовать. Я говорю, ну отлично, SolveTest, у вас The Best. А вот у меня здесь вызывается, ну здесь понятно, я здесь вызываю другую библиотеку, да, здесь именно Alip, а там Alip Enhanced, уже продвинутая версия. Понятно, что здесь все работает, а внизу пока вот это, что где-то там скрыт вызов, мы видим, что все продолжает работать по старту. Переключения не происходят. Хотя там на самом деле, наверное, и не вызывается библиотеку Enhanced, да, целый цирк я устроил с какими-то объектами, давайте мы не будем этот цирк устраивать. Значит, здесь я создаю объект класса, какой там у них подключен, а здесь, да, Alip подключена. Так, беру Alip Enhanced, так, точка, так, какая точка, Alip Enhanced создали, похоже, буквы опять не та, создал объект, точка, вот они методы, solve, 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 я говорю, например, ну вот я вызываю solve first, откуда я знаю, какой у них, что они там сейчас аннотацию добавили, я, допустим, не в курсе этого, вот вызвал непосредственно, ну да, здесь теперь не N, а вот сюда, все, сив, так, проверяем, сейчас поменьше сделаем, вот так, F6, так, верхний работает, естественно, то, как мы запрограммировали, можно вообще было бы его закомментировать, что он нас не сбивал, проверяем, он цепляет метод, the best solve of pop, цепляет, все, это можно выкинуть, что у нас не сбивал, то, что мы сейчас сделали, мы вызвали с другой библиотеки, сами, hardcodes solve first, естественно, никакого переключения, ничего здесь происходить не может, нас пока это нет, как можно реализовать альтернативный вариант, смотрите, есть такая штука, которая называется динамический процесс, что я себе представляю, представьте, вот ваш объект, вот этой библиотеки, Alib, он где-то создан, естественно, в оперативной банке, у него есть методы, да, не просто метод, он еще интерфейс реализует, это важно, ведь прокси это обязательно, мы с помощью инфраструктуры, готовых классов, готовых возможностей на платформу Java, мы попросим сгенерировать нам объект, объект прокси, вот это будет PR, поставлю прокси, значит, что делает прокси, естественно, у него есть ссылочка на этот интерфейс, и он этот объект для клиентов выставляет точно такой же интерфейс, как и у объекта, который он прячет, когда пользователь, это будем мы, вызывает вот этот метод на этом прокси через интерфейс, то, что происходит, вроде бы пользователю кажется, он поставил точку, вызывает какой-то метод, но срабатывает здесь некий дополнительный метод, который есть у этого прокси, где может быть написан любой вспомогательный код, который что-то проверяет, делает, обычно вот такие прокси, они нужны зачем, чтобы входящую информацию, входящие вызовы какой-то общей бизнес-логикой охватить, например, какие-то проверки сделать, какой-то аудит, там мало ли что, и вот этот метод дополнительно отработает, а потом, если по-простому, просто мы вызываем метод на том объекте, который, ну, нас вызвали, например, мы вызываем поэтому прокси дополнительную бизнес-логику перед вызовом метода может встроить. Да и при возврате результата может каким-то образом посмотреть, какой-то лог провести, может там exception было, он охладил, ради бога. Все необходимое для создания динамических прокси есть. Единственное, что мы будем делать здесь в этом динамическом проксе, мы напишем, нам придется писать, ну, немножко будет выглядеть немножко по-другому она будет у нас работать. Пользователь вызывает функцию solve first, а мы смотрим, говорим, о, есть лучшая функция и переключим вызов на другую функцию. Ну, а если лучше нет, вызовем solve first, в конце концов, как он попросил. Жалко, что ли. Ладно, давайте попробуем. Так, как это будет называться? Ну, естественно, это класс, назовем его тоже Ali, но это Enhanced, да, Handler, Proxy, PR, Carousel, Handler, Handler. А тут обязательный имплемент, он должен реализовывать то, что называется Invocation Handler. То есть, то, что мы сейчас делаем, это как раз вот тот дополнительный метод, когда я рисовал прокси, в нем квадратик, это был дополнительный метод, который вызывается, мы его должны предоставить, а прокси динамически генерируется. То есть, наш AliB Handler, он и метод необходимый, который будет все обслуживать, вызов, и он еще внутри себя, чтобы никто не видел этой механики, чтобы она никому не мешала в программе, мы прячем в этот класс Handler и создание динамическому прокси. Ну, так будет всем приятнее работать. Так, Invocation, Invocation, Handler. Ага. Так, она должна была там что-то добавить. Ничего не добавила. Значит, он уже подключен. Реализовать все абстрактные методы. В этом Invocation Handler вот один метод, который будет вызываться. То есть, человек вызывает метод SolFirst прокси, вызывает вот этот метод Invoke, который делает необходимое обслуживание и вызывает уже метод либо SolFirst, либо более эффективный. Так, exception сюда выбрасывается. Так, хорошо, пока это всего лишь навсего. Всего лишь навсего. Значит, для того, чтобы это все работало, нам нужно в ссылочку на оригинальный объект, который мы прячем. Для этого мы можем совершенно оригинальный вход сюда добавить. Нам нужна ссылочка на объект и нам нужен конструктор, который запомнит, да, когда будут создавать объект Alib Enhanced, вот этот конструктор это будет. Мы должны ссылочку на этот объект запомнить. Скажите, а почему приват? А приват, потому что я не хочу пугать людей разными подробностями. По сути, то, что мы сейчас пишем, в каком-то смысле мы используем динамический проксор, но это тоже будет, по сути, похоже на паттерн адаптера. Адаптер прячет все детали, сложности. Может быть, это больше сейчас то, что я буду писать статический метод создания этого объекта, Alib Enhanced Handler еще включает в себя в том числе и паттерн фабрики. Много паттернов вместе. Чаще всего они так используются. Метод будет, чтобы было удобно получать объект класса Alib Enhanced Handler, мы сейчас здесь напишем статический метод. Будет возвращать интерфейс Lib А с этим мы должны пользоваться для работы. На объекте прокси виден интерфейс Lib Тот, который вот здесь был реализован авторами. Все, больше ничего не должно быть другого. Так, как назовем метод? Ну, как-то красиво надо назвать. Коротко Create Create и все. Handler Proxy Главное, чтобы было понятно, для чего этот прокси. тут какой-нибудь Create, наверное, там какой-нибудь Alib Enhanced Proxy. Это вообще непонятно, что за ним. Куда он берется? Так, ладно, подготовили. Главное, что он стать. Вот он, этот метод, вот он, создаст объект вот этого класса и передаст его динамическому прокси, чтобы вот это была, да, завязка. А вам вернет интерфейс на прокси. Вы вызываете, прокси вызывает метод InBlock и вызывает метод спрятанного объекта. Вот так. А спрятанный объект вот нам сюда должны будут передать. Да, передать, значит, мы должны его, наверное, и в методе Create прятать, потому что откуда-то его должны начинать. Вот мы должны ссылочку на этот объект, который мы будем прятать за прокси, должны получить. Так, ссылочку получили. Вернем динамический прокси, return. То, что нам сейчас создаст, мы преобразуем к интерфейсу. Так, там, естественно. Значит, кто создает динамический прокси? Есть специальный класс прокси в лице своего метода new proxy instance. Вот так. Отлично. Сейчас давайте тут может быть keep exception ошибок слишком много, чтобы разбираться. Сейчас параметры написать. Так, new instance. Как-то переместить, чтобы было видно на вот этой операции. Побольше сделать. Так, что у нас здесь должно быть сказано в этом менеджере? Первый параметр. В первом параметре мы говорим, кто отвечает за создание объектов. чтобы все было однотипно. iLib.class .get class loader. Он как раз первым номером и высвечивается. Мы говорим, вот кто отвечает за создание объекта. Раз. Второй параметр. Это массив интерфейсы во множественном числе. Все правильно, потому что во втором параметре должен быть массив, то бишь new class описание интерфейса квадратные скобки и здесь инициализация. Но у нас пока только один интерфейс. Может быть в будущем сюда что-то добавляем. А пока один iLib.class Все, описание сделали. А вот этот объект не ну. Это наш хендлер, который будет прятать за собой основной объект. Точнее я неправильно сказал. Вот кто прячет за собой основной объект. прокси. А кого он будет вызывать, чтобы обеспечить дополнительный сервис. Вот в третьем параметре и передается к хендлер. Это наш а а а а а вот 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 так. Конечно каждый раз такое писать было бы неумно в проекте. Один раз кто-то сделал, отладил код, выдал вам некий адаптер, который прячет внутри себя механику создания этого динамического прокси. И вот она собственно говоря задача создания решена. Итак, если произойдет вызов, то мы переключимся в метод invoq там выброс какого-то исключения, но собственно говоря это не очень реально. Главное, что нам код нужно писать вот здесь вот внутри. Что будет за код? Код будет примерно такой же, как мы писали там сверху. Можно было бы копипаст скопировать почти там первые, но не будем увлекаться. Во-первых, мы должны получить библиотеку описания точно так же, только это будет alib enhanced . класс есть, сами получили. Дальше мы получим снова все методы, не, ну тогда это точно такой же код. Значит, мы должны получить все методы и потом в цикле да, так же, да, почти так же. По крайней мере, этот кусок кода нам похоже подойдет сейчас проверим. Получили все методы, идем по списку методов и спрашиваем, а есть аннотация the best? И окажется, что у кого-то есть, если окажется, то мы сделаем тогда здесь другой код. Нам, в принципе, когда вызывается нвок, говорят, вот прокси, вот параметры, с которыми надо вызывать, а вот метод, который надо вызвать. У нас уже есть какой метод пользователей, попросил вызвать, вот эта ссылочка, метод. А мы здесь можем переопределить. Мы скажем, но если есть кто-то the best, то метод теперь другой. Вот он такой, mp3 и break все, цикл этот можно дальше не искать. нашли то, что хотели. А если break не сработает ни разу, значит, останется тот метод, который был вызван на прокси, и мы его и отработали. Поэтому здесь вот такой код переключения, цикл for завершается. Уже одна скобка, что ли? Нет, не потерялась. Есть. Просто далеко внизу. А здесь только ретерна не хватает. Ретерна. Что должно быть в ретерне? Ну, метод. Метод. Так, так, так. Метод. Точка. InVoke. Вот на этом объекте, который ссылочку мы запомнили, вот она у нас. Мы с этими параметрами вызываем и здесь нужно преобразовывать тип, потому что она знает интерфейс iLib на строке возвращает, там все сгенерировано будет соответственно. И единственное, что мы здесь напишем дополнительный, чтобы было понятно, что на проксе это происходит, на проксе происходит работа для себя, чтобы мы видели, да, это все отрабатывает, к строке добавляется. все вроде тоже. F6 даже компилируется. Осталось только вызов, осталось сделать только вызов. Итак, это был вызов первоначальный, который понятно, да, вызывает, вызывает и создает объект непосредственно. Нам надо теперь код чуть-чуть изменить. Давайте я его оставлю. Нам нужно создать объект в этой библиотеке. Мы же должны прокси для объекта делать. Поэтому как эта будет ссылочка называться? Я не знаю, обжиг можно, можно, она же реализует этот интерфейс эта библиотека. Пусть будет наш объект new i live enhanced там конструктор то у них паблик дефолт создали. раз строчка и вот этот объект мы упаковываем. Мы получаем proxy i live pr а пусть будет proxy равно статический метод наш, который мы специально сделали create a live enhanced proxy. как. Но это будет легко ой статический метод было где-нибудь покороче написать. тут алип enhanced hand точку. Гет например. Просто метод называть. Ну давай свой этот hand в конце концов зачем писать так длинно если там и так все в самом классе написать. переменуем и смех просто гет нормально. Дай давай. Кого надо спрятать? опш. Вот вот это будет вызов на обычном объекте. А давайте этот мы сейчас вызов сюда и перетащим. Мы как раз видим два разных объектов. Соответственно здесь у нас будет вызов на обычном объекте. вот он у нас уже здесь все есть это называется опш проверяем и в 6 ничего не падает прокси создается хорошо и второй вызов а второй вызов сделаем точно такой же control c control v на прокси но у прокси видите вот они методы из интерфейса first ppp все те же самые я говорю first я взываю откуда я знаю какой у них лучше first называй первой но больше параметров будет допустим f6 смотрите вот она работает done by solve first прокси solve test я говорю почему тест я говорю что там у вас такое мы тестируем еще не определились ладно работайте они работают работают проходят какое-то время и вдруг у них все-таки отработало так я в том меняю в том отработало они говорят пр оказался лучше они аннотацию с теста перебили сюда естественно дали не новую версию я получил их не новую версию ничего не трогаю ничего не делаю просто вызываю однажды запускаю код и вот пожалуйста пр обработать вызов исходный идет солд но оказался метод по производительности более эффективный и мой вариант переключится а если они аннотацию не напишут могут урисовать тогда будет вызываться тот который вызвали мы проверяем но здесь first вызывается ну давайте какой-то другой вызов например тест я вызвал соф тест f6 тут первый отработал soft first а второй отработал ну как мы попросили soft тест потому что из best не нашлось но зато ведь эта система не требует каких-то там уточнений замечаний проверок а нашли такой нет пользователь попросил soft тест нет лучше получил soft можно было бы сделать аннотацию с параметрами где были бы например там какие-то временные характеристики зафиксированы мы бы могли их сравнивать выбирать да можно все что угодно сделать и это все метаданные которые нам будут доступны программно на основе этой информации полученной от рантайм мы можем делать пожалуйста вот то что здесь было предопоказано и на выходе мы получили код который в дальнейшем крайне легко будет обслуживать а какой из этих двух вариантов вы возьмете я не знаю вариантов несколько главное что в принципе они работают на одном по сути механизм рефлекс ну что ж я рад хотел уточнить NetBeans или Eclipse для начинающих NetBeans только не NetBeans берите а берите Apache NetBeans который поддерживает последнюю версию JDK это не Рокловский а Apache NetBeans прям так в поиске набирайте Apache NetBeans и все там берете версию она как архив качается вы берете из архива ее вынимаете и все и только и можно уже запускать она даже не инсталирует очень удобно очень удобно ну что ж я рад что вижу что понравилось поэтому пожалуйста вот как пример да такого кода если вам будет интересно да тут есть вопросы какие-то будет интересно посмотреть рефакторинг или Java то ради бога всегда буду рад увидеть вас у нас на курсах все всем успехов всем спасибо за участие может быть кого-то я еще запись уже